Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о моих самых любимых средствах белорусских производителей. Я покажу вам и расскажу, как я их использую. Итак, начнем с ухода. Я считаю уход наиболее важным. Если у вас ухоженная кожа, то в принципе вы можете обойтись иногда и без косметики. Сейчас уже вечер, и сегодня я буду только преподавать по скайпу, поэтому яркий макияж я делать не буду. Что сегодня я использовала из белорусских средств, уходовых. Я сегодня посетила фитнес-клуб и сауну. После сауны мне сделали замечательный массаж вот с этим средством. Это Белитовитекс с эфирными маслами, кофеином и экстрактом морских водорослей. Крем массажный антицеллюлитный. Ну, в общем-то, в такие антицеллюлитные средства как таковые я не верю. То есть, это просто очень хороший крем. Очень приятный, на мой взгляд, аромат. Чуть-чуть мятный, да, такой освежающий. Он такой очень легко разносимый, что очень, кстати, правильно для средств массажных. Кремы массажные должны легко кататься по коже и долго-долго не впитываться. То есть, в отличие от обычных кремов. Потому что, если у вас будет крем, который очень быстро впитывается, он будет неэкономный. Массажисту придется 10 раз наносить его на вас в течение массажа. Этот крем очень правильный. Что я почувствовала? Я почувствовала легкость, мне было приятно. После массажа кожа не была перегружена абсолютно. То есть, вот сейчас я чувствую, что она просто увлажненная, да, кожа всего тела. И нет такого ощущения липкости, чего-то неприятного. То есть, минут через 10 примерно после основного массажа он полностью впитался в кожу. И не оставил никакого неприятного следа, кроме ощущения приятного увлажнения. Я ухаживаю за своей кожей поэтапно. То есть, очищение, увлажнение и питание обязательно. Тонизирование я не пропускаю никогда. Мне очень понравилось. Это мое новое приобретение. Тоник от Vitex. Ideal Whitening. То есть, это интенсивное отбеливание, идеальное отбеливание. Пилинг. Против веснушек пигментных пятен. Тоник, содержащий кислоты. Но в таком количестве эти кислоты дают легкое-легкое отшелушивание. То есть, до 4-9%. Я активно использую кислоты. Я по ощущению на коже могу примерно угадать, сколько процентов кислот здесь содержится. И увлажнение, и отшелушивание идет. То есть, есть такое ощущение обновления кожи. Я села просто на ручку и втирала в чистую кожу после сауны. И потом я взяла еще дополнительно ватный такой диск. И сделала еще массажик с этим тоником ватным диском, чтобы как бы чуть-чуть помочь отшелушиться роговившим чистичком. Если вы еще не использовали кислоты, то очень советую вам начать вот с таких вот легких тоников. Не покупайте сразу кремы с большим количеством кислот. Это может оказаться для вас слишком. Будут какие-то раздражения. В общем, тоник замечательный оказался. Не стягивает кожу. Естественно, под глаза я его не наношу. Замечательно почистил кожицу. Далее, что я нанесла. Я использовала курс глубокого очищения Deep Cleansing от Vitex. Это маска-пленка. Застывает и снимается такой вот тоникой-тоникой пленочкой. В отличие от других компаний, производящих подобные маски-пленки, это очень мягкая пленка. Она не травмирует кожу. Мне очень-очень понравилась. Не могу сказать, что у нее какой-то очень характерный аромат. Все маски-пленки пахнут чуть-чуть каким-то спиртовым, таким немножечко раствором. Но это нормально для масок-пленок. Линия разглаживания, коллаген и магний. На мой взгляд, замечательная вещь. Думаю, что она станет моей любимицей, потому что я очень люблю такое легкое-легкое отшелушивание. Не сильное. У меня тоненькая кожа, светлая. Поэтому я берегу свою кожу от каких-то воспалений и слишком грубого травмирования. И эти два средства совершили сегодня маленькую революцию. на моем лице. После них кожа была успокоена, светлая, такая очищенная, поры сушеные. Мне это очень понравилось. Под глаза я наношу Vitex Retinol плюс магний. Вот эта серия мне очень-очень нравится. И он у меня уже даже заканчивается. Настолько он у меня полюбился. Почему? Объясняю. Он идеально лежит под любым макияжем. Вот сколько бы я его ни нанесла, спасибо, что были со мной. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Даже если я переборщила, он не скатывается. Серия отличная. Вот эта вот в золотых упаковочках. Мне она очень нравится. Вот у нас есть небольшие такие киоски, магазинчики. Белорусская косметика. Заповедная поляна, по-моему, они называются. Иногда я туда захожу и вот эти штучки покупаю. Я использую его не только под глаза, поэтому он у меня довольно быстро заканчивается. Мне он нравится вот просто потому, что он прекрасно впитывается. Если я не знаю, что мне нанести, или моя кожа как-то перегруженная чувствует, или у меня какое-то раздражение, я не хочу ничего такого тяжелого наносить на лицо, я наношу его просто на все лицо тонким слоем. Он идеально впитывается и нет ощущения перегруженности. Поскольку он у меня заканчивается, я прикупила себе уже новый. Тоже это Белит Витекс, Витекс, Дэд Си. Я хочу попробовать новую серию. Это крем вокруг глаз омолаживающий минералами мертвого моря. Честно говоря, стала очень доверять вот этой компании Ритекс. И белорусы молодцы. Спасибо вам огромное, ребят. Этот крем я попробовала один раз. Он мне так же понравился, как этот. Его текстура тоже гелевая, которая мне нравится. Ровно очень ложатся, под ноги яжем их не видно. Отлично впитываются. Пробовала, кстати, напишите, пожалуйста, вот эту серию Дэд Си мертвое море. Что сейчас я нанесла на свое лицо, чтобы иметь вот такую вот гладкую текстуру, без каких-либо тональных средств. И я нанесла 3D эффект от Витекс. 3D комплекс. Крем для кожи вокруг глаз и губ с заполнением морщин. Он называется. Фактически все такие штучки содержат в себе силикончики. То есть на ночь ими нельзя пользоваться. Вообще лучше посмотрите, содержит ли крем силиконы. И если в ночном вашем креме есть силикон, лучше его избежать, потому что кожа не очень хорошо, скажем так, дышит. Но под макияж вот эта вещь оказалась замечательной. То есть вот сейчас у меня такое ощущение, что как будто такой легкой пленочкой, да, вот такой покрыто лицо, увлажняющей пленочкой, но которая абсолютно разгладила все-все неровности, которые были, да. Вот тут вот у меня было шелушение после кислотного пилинга, какие-то заломчики, может быть, чуть-чуть мимические какие-то морщинки, да, которые у меня образуются. Во-первых, я много говорю, это моя профессия. И во-вторых, потому что я много улыбаюсь. Это тоже, наверное, моя профессия. Ну или судьба такая, люблю поулыбаться. Сейчас она у меня на лице. Я нанесла его полностью на все лицо, честно говоря, просто уж чтобы не мелочить. Ну, мне прямо очень нравится состояние кожи после вот такого ухода, да. То есть, по-моему, белорусская косметика вообще не уступает европейской. Генеральное средство я сегодня уже наносить не буду. Хочу показать вам мои любимые средства декоративной косметики белорусской. И сделаем с вами небольшой макияж, который, в общем, поможет мне выглядеть довольно свежо в столь поздний час, чтобы порадовать моих учеников по скайпу. Кому интересно, какой краской я крашу брови, смотрите мои ролики. Есть два варианта. Описание средств, используемых в этом ролике, в инфобоксе к ролику, то есть в описании. Поскольку брови мне уже подводить не нужно, они мне и так довольно яркие, буду использовать мой любимый гель закрепляющий для бровей, люкс визаж. Он абсолютно-абсолютно прозрачный. Почему вот так вот снимаю детально с кисточки, да, лишнее? Потому что я очень долго привыкала, честно говоря, вот к такой маленькой-маленькой кисточке, а на ней остается очень много средства. А край коробочки, остаточки снимаю, и этого вполне достаточно. Он очень-очень экономный, он очень здорово фиксирует брови. Однако не настолько сильно, чтобы бровями нельзя было двигать. Для меня это важно. Я люблю активную мимику. Ну, в общем, и я должна, если я преподаю технику речи, да, и ораторское искусство, я обязана иметь активную такую мимику. Некоторые средства для бровей, знаете, фиксируют иногда так, что ощущение, что человеку просто вкололи ботокс в лицо. Здесь такого нет. Очень такая аккуратная, дирикатная фиксация. Про лишний свет, какой-то был странный тень, но, надеюсь, сейчас вам лучше видно. Сейчас буду наносить карандаш на верхние века. Это будет карандашик номер 02 от компании For Orange маслом Жужуба. Буду наносить его в качестве стрелочки и растушевывать. Просто довольно такая вот жирненькая стрелка небрежная. Нравится белорусская косметика, уход. Я ни разу не использовала кисточки, поэтому кисточки у меня будут от другой компании, Эко Тулз. Подскажите, пожалуйста, если вы знаете, есть ли хорошие кисти в белорусских брендах, было бы очень интересно попробовать превращать этот карандаш вот в такой просто оттеночек и складочку века выделять тоже. Для этого чуть больше положу вот сюда карандаша. Он очень хорошо тушуется. Да, действительно, он такой масляный, однако он не скатывается. Такое бывает иногда с базой под тени или сами тени складываются в какие-то некрасивые полосочки. То есть, как вы видите, у меня довольно нестандартное использование средств. И белорусская косметика действительно очень многофункциональна. Меня прям это очень радует, потому что, ну, честно говоря, не всегда хочется носить с собой огромное количество средств. Вот таким образом растушевываю его полностью в дыбку, делая коррекцию глазного яблока. Пару штрихов снизу и тоже растушую. Как легко тушуется эта косметика. Идеально. Как я еще использую этот карандашик? Сейчас я сделаю небольшую, вот такую маленькую полосочку. Потушую. Будет достаточно для того, чтобы чуть-чуть скорректировать форму лица, выделить скулу. Чуть увеличим объем губ. Вот так немножечко затемним. Здесь и растушуем. И сконтурируем носик. Подвижную часть глаза я добавлю чуть-чуть цвета. Мне тоже поможет карандашик. Теперь уже компания Люкс Визаж. А это карандашик для глаз. Он такого вот зеленоватого оттенка. К сожалению, с него снялась полосочка. Коммер этого карандашика. В первом ролике белорусской косметики, посмотрите, пожалуйста, кого заинтересует вот такой вот цвет, я положу буквально несколько штрихов. Вот так вот на серединочку века, и потом растушую. Он придает некоторую сочетаемость цвета с глазами. Все карандаши тушуются идеально. Такое ощущение, что все они просто состоят из одного сплошного масла. Отличное средство в Белоруссии. Отличное. Я вам завидую. Хочу немножечко буквально добавить румян. И в качестве румян вы будете удивлены. Но я буду использовать вот такую вот замечательную помадку. Вот Люкс Визаж серия Дрим. Вот такой замечательный. У нее очень красивый нюдово-розовый оттеночек. И благодаря тому, что она вот так чуть-чуть доохромит, как бы дает такой вот перелив, мне не нужно будет использовать никаких хайлайтеров, ничего подобного. Вот в серединочке глаза в сторону, вверх к височку, несколько точечек, и буду растушевывать пальчиком. С румянами, на мой взгляд, я выгляжу менее уставшей. Сейчас уже поздний вечер. С 46-м номером карандашка от Люкс Визаж из их основной серии. Карандаши для губ буду перекрывать полностью всю поверхность губ. Обычно гигиеническая помада, влажнее буквально губы. Тогда карандашик сидит лучше. Не подчеркивает никакие шелушения. Карандаши очень стойкие, они довольно матовые. Я буду сверху еще использовать вот такую помаду. Помада Люкс Визаж Глам Лук. Это номер 307. Хорошая, очень увлажняющая. Для меня, по крайней мере, мне так кажется. Вот такой прекрасный нюдовый оттенок. Очень освежает. Особенно, если вы устали. Я добавлю на верхнее веко, буквально на косточку, красивого оттеночка. Карандаш, кстати, для губ, но я буду использовать на веко. Тон 51-й, очень красивый. Немножечко освежить взгляд. Поскольку у меня нет туши белорусского производителя, я накрашусь любой абсолютно тушей, которая попалась мне под руку. А вас попрошу, пожалуйста, посоветуйте мне какой-то тушь, которую я могла бы попробовать от белорусских производителей. Какой компанией пользуетесь вы? Напишите, пожалуйста. Хотелось бы еще попробовать какое-то тональное средство, может быть, даже и корректор. Посоветуйте, пожалуйста. Вот такой у нас с вами очень простой, быстрый и замечательно многофункциональный сегодня макияж получился с помощью одних только карандашей и помад. Сейчас начнется мое занятие, мои ученики уже меня ждут. Огромное спасибо за все комментарии, за вашу поддержку. Пожалуйста, не стесняйтесь писать комментарии, пожалуйста, задавайте вопросы. Спасибо, что были со мной и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Пока!